Книга открытым оком 22 по 26 стих Приходит в Евсаиду и приводит к нему слепого и просит, чтобы прикоснулся к нему. Он взял слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руку и спросил его, видит ли что? Он взглянув, сказал, вижу проходящих людей, как деревья. Потом опять возложил руки, на глаза ему велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. И послал его домой, сказав, не заходи в селение и не рассказывай никому в селении. 24. Зачем Христос выводит слепого из селения в уединенное место? Почему слепой не прозрел сразу? Может быть, в утешении тем из нас, которые, не придя ко Христу и несколько прозрев, еще многого не понимают и находятся еще в полумраке? 25. Господь их такими не оставит, и со временем Он им все разъяснит. 26. Некоторые не могли бы вынести сразу большого света. 27. Пусть Господь ведет каждого по-своему. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 12 стих. 28. Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. 1 Коринфянам, 3 глава, с 1 по 2 стих. 29. И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. 30. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах. 31 Коринфянам, 13 глава, с 3 по 12 стих мы читаем. 31. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь, звенящая или кимвал звучащий. 31. Если имею дар пророчества и знаю все тайны и имею всякое познание и всю веру, то что могу и горы представлять? 32. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. 33. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. 34. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. 35. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. 36. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. 37. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. 38. Теперь мы видим бы, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. 39. Теперь знаю ее отчасти, а тогда познаю, подобно как я познам. 39. Первый к Олимпинам, 13 глава, 13 стих. 40. А теперь пребывает в Си-3, вера, надежа, любовь, но любовь из них больше. 41. Он и нас ведет разными путями к своей цели, словом, плюновением, возложением рук и прочим. 41. И пошел Иисус с учениками своими в селение Кесарии Филипповой. 42. Дорогу он спрашивал учеников своих, за кого почитают меня люди? 42. Они отвечали, за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за одного из пророков. 43. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? 44. Петр сказал ему в ответ, ты Христос. 45. И запретил им, чтобы никому не говорили о нем. 46. И начал учить их, что сыну человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, перед священниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. 46. И говорил о всем открыто. 47. Но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. 47. Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав, «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что божье, но что человеческое». 47. Область Кесария Филиппова лежала значительно севернее озера Генесарецкого. 48. На пути в Дамаск, к югу-востоку от горы Ермона и других ливанских гор. 49. Каждому из нас придется дать ответ на этот вопрос. 49. Обыкновенно обаяние человека уменьшается по мере близкого знакомства с ним. 50. Так ли со Христом? 51. Чем ближе знакомишься с ним, тем более в душу вкрадывается убеждение, что это неземная личность. 51. Матфея, 16 глава, 22 стих мы читаем. 52. Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою. 53. Нам трудно представить себе, какое адское искушение скрывалось под этими доброжелательным на вид советом. 53. Предстоящее крестное страдание и все, что было связано с этим, было ужасным событием для Христа. 54. И предложение отказаться от этого было, наверное, искушением, преследовавшим его на каждом шагу. 54. Матфея, 26 глава, 53 по 54 стих. 55. Или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он представит мне более, нежели двенадцать легионов ангелов? 55. Как же сбудутся Писания, что должно так быть, что так должно быть? 55. Евангелие от Луки, 4 глава, с 5 по 6 стих. 56. И, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства Вселенной во мгновение времени. 57. И сказал ему дьявол, «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее». 22 глава Луки, 42 стих. 58. Говоря, «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». 58. Евангелие от Иоанна, 18 глава, 11 стих. 59. Но Иисус сказал Петру, «Вложи меч в ножны, неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» 59. Мы недостаточно представляем себе, что стоило Христу Его послушание. 60. Допустимо ли нам руководствоваться другими человеческими соображениями о нашей выгоде, удобстве и удовольствии, когда последние идут вразрез с волей Божией? 61. Возможен ли компромисс? Не есть ли для нас стремление пожалеть себя и быть эгоистом постоянное опасное искушение? 61. Евангелие от Марка, 8 глава, 34 по 38 стих. 62. И подозвав народ с учениками своими, сказал им, «Кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее, ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? 63. Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постадится Меня и Моих слов вроде всем пролюбодейным и грешным, того постадится и сын человеческий, когда приедет в уславе отца своего со святыми ангелами». 64. И подозвав народ с учениками своими, сказал им, «Кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. 65. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постадится Меня и Моих слов вроде всем пролюбодейным и грешным, того постадится и сын человеческий, когда приедет в уславе отца своего со святыми ангелами». 65. Что послужило поводом для ниже следующего изречения Христа? 66. Мы имеем здесь один из основных законов Царствия Божия. Действие его также безошибочно верно, как действие закона тяготения в мире физическом. 66. Мы читаем Евангелие от Матфея, 10 глава, 38 по 39 стих. 66. И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня. 67. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее. 67. Ивангелие от Матфея, 16 глава, 24 по 26 стих. 68. Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее». 68. Ивангелие от Луки, 23 глава, 26 стих. 69. И когда повели Его, то, захватив некоего Симона Кирианина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом. 69. От Луки, 14 глава, 26 по 33 стих. 69. Если кто приходит ко Мне и не возненавидел отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником. 70. И кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником. 71. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее, дабы, когда положит основание и невозможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, «Этот человек начал строить и не мог окончить?» 72. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде? Силен ли он с десятью тысячами противостать идущимы на него с двадцатью тысячами? Иначе пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. 73. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником. Евангелие от Иоанна, двенадцатая глава, двадцать четвертый по двадцать шестой стих. Истина, истина говорю вам, если пшеничное зерно по землю не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душ свою погубит ее, а ненавидящий душ свою в мире всем сохранит ее в жизнь вечную. 74. Кто мне служит, мне допоследует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит отец мой. 75. Идите за мною, очевидно, значит, идите вперед, расти в духовном отношении. 76. Взять крест свой, значит добровольно и открыто взять на себя позор креста Христова. 1 Коринфянам 1 глава 18 по 23 стих. Ибо слово о кресте для погибающих юродства есть, а для нас спасаемых силы Божия, ибо написано «Погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну». «Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратит ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазн, а для еленов безумие». Римлянам 6 глава 16 стих. Неужели вы не знаете, что, кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь или рабы греха к смерти или послушания к праведности? Галатам 2 глава 19 по 20 стих. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сраспелся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу воплоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Они, значит, отказывают себе только в чем-то, но усвоят идею самоотречения. Этим человек компрометируется перед миром. Галатам 6 глава 14 стих. «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Стих 35 по 38 указывает, мы их читаем. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? «Ибо кто постадится меня и моих слов вроде всем пролюбодейным и грешным, того постадится и Сын Человеческий, когда приедет в славе Отца Своего со святыми ангелами». Эти стихи указывают в своей решительной форме последствия эгоизма и малодушия. Невозможно, значит, успевать в духовном отношении, если не хотим жертвовать собой и открыто исповедовать Христа перед другими людьми. Мы часто воображаем, что есть средний путь. Так ли? Евангелие от Марка, 9 глава, с 1 по 13 стих. И сказал им, «Истина! Говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. И по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую особо их одних, и преобразился перед ними. Одежды его сделали с блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илья с Моисеем, и беседовал с Иисусом. Присем Петр сказал Иисусу, «Рави! Хорошо нам здесь быть! Сделаем три кущи! Тебе одну, Моисею одну и одну Ильи!» Ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшил глаз, глаголящий, «Сей есть Сын Мой возлюбленный! Его слушайте!» И, внезапно посмотрев вокруг, никого более с собой не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили они с горы, он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что это значит, воскреснуть из мертвых. И спросили его, «Как же книжники говорят, что Ильи надлежит прийти прежде?» Он сказал им в ответ, «Правда, Илья должен прийти прежде и устроить все. И Сыну Человеческому, как написано о нем, надлежит много пострадать и быть уничиженным. Но говорю вам, что и Илья пришел, и поступили с ним, как хотели, как написано о нем». Не поступаем ли мы часто так, ища собственного духовного наслаждения, и забывая о нужных других? Из стиха 4 мы читаем, «И явился им Илья с Моисеем и беседовали с Иисусом. Видно, что усопшие святые сохраняют свой облик и узнаваемы». Евангелие от Луки, 16 глава, 23 стих. И в аде, будучи в муках, Он поднял глаза Свои и увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне Его. И мать Иисуса не понимала, но сохраняла в сердце Своем. Евангелие от Луки, 2 глава, 50 по 51 стих. Но они не поняли сказанных им слов, и Он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них, и Матерь Его сохраняла в те слова Сии в сердце Своем. Так и нам следует поступать с тем, чего мы пока еще не разумеем. Настанет день, когда непонятное разъяснится. Евангелие от Марка, 9 глава, 14 по 29 стих. Придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас увидел его весь народ, изумился, и, подбегая, приветствовали его. Он спросил книжников, о чем спорите с ними. Один из народа сказал в ответ. Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрижещет с лбами своими, и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли. Отвечает, отвечая ему, Иисус сказал, о, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне. И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его, как давно это сделалось с ним? Он сказал, с детства. И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что, можешь сжалься над нами и помоги нам. Иисус сказал ему, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. И тотчас отец отрока воскликнулся слезами, веруй, Господи, помоги моему неверию. И Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему, дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него. И воскреснув, и сильно сотрясший его, вышел, и он сделался, как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине, почему мы не могли изгнать его? И сказал им, сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста. Также мы это читаем, Евангелие от Матфея, 17 глава, 14 стих. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек, и преклоняя перед ним колени. Евангелие от Луки, 9 глава, 37 стих. В следующий же день, когда они сошли с горы, встретило его много народу. Народ изумился, что Иисус пришел так кстати. Молитва питает веру, а вера дает силу. Дело стало не за Христом, а за плачущим Отцом, за Его неверием. Вера, хотя бы и самая слабая, и есть проводник для всемогущей Божьей силы, и сверх всякого понимания расширяет пределы возможного для человека. Бывают кризисы в жизни, когда мы сознаем свою потребность в вере. Лучше всего обратиться ко Христу за помощью, независимо от того, что мы чувствуем, не рассматривая себя под микроскопом. Евангелие от Марка, 9 глава, 30 по 37 стих. Выйдя оттуда, проходили через Галилею, и он не хотел, чтобы кто узнал, ибо учил своих учеников и говорил им, что сын человеческий предан будет в руки человеческие, убьют его, и по убиении в третий день воскреснет. Но они не разумели сих слов, а спросить его боялись. Пришел в Капернаум, и когда был в доме, спросил их, о чем дорогу вы рассуждали между собой? Они молчали, потому что дорогу рассуждали между собой кто больше. И сев, призвав двенадцать, и сказал им, кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою. И, взяв дитя, поставил его посреди них, и обняв его, сказал им, кто примет одного из таких детей во имя мое, тот принимает меня, а кто меня принимает, тот не меня принимает, но пославшего меня. И сорок второй стих этой же главы. А кто соблазнит одного из малостих верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновый камень на шею и бросили его в море. Последний раз Христос идет через Галилею в Иерусалим, и сначала направляется в Капернаум. Они думали, что сбывается предвозвещенное пророками. Вероятно, они распределяли самые почетные места его царства на земле. Христос меряет иною мерую. Матфея, 20 глава, 26 по 28 стих. Притчи Соломона, 16 глава, 19 и 32 стих. Лучше смиряться духом с кротками, нежели разделять добычу с гордыми. Долготерпеливый лучше храброго и владеющий собою лучше завоевателя города. Внешний блеск и почет – Мишура для него. Быть слугою всех – вот самый высокий из талантов в Царстве Божием. 1 Калифинам, 9 глава, 19 по 22 стих. Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Величайшее же преступление в глазах Христа – соблазнить, то есть быть камнем преткновения, привести к падению одного из малых стих. Смотрим стих 42. А кто соблазнит одного из малых стих, верующего в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновый камень на шею и бросили его в море. Нет человека, к которому мы вправе относиться перед пренебрежением. По-мирскому – идеал величия – господствовать над другими. По-божьему – служить другим. Стремление мира – получить как можно больше, а у Христа – давать как можно больше. Деяние 20 глава 35 стих. «Во всем показал я вам, что так, трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал, блаженнее давать, нежели принимать». Те люди, которые согласны занимать последние места и быть всем слугою, немногочисленны, но именно они больше всего делают добра, уничтожая своим примером предрассудки других, убеждают своей жизнью неверующих в истинности христианства и производят большее впечатление добра на людей. Евангелие от Марка 9 глава 38 по 50 стих. Присем Иоанн сказал, учитель, мы видели человека, который именем твоим изгоняет бесов, а не ходят за нами, и запретили ему, потому что не ходят за нами. Иисус сказал, не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня, ибо кто не против вас, тот за вас, и кто напоит вас чашей воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жирновый камень на шею и бросили его в море. И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее, лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее, лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть в вержину в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его, лучше тебе с одним глазом войти в царствие Божие, нежели с двумя глазами быть в вержину в гиену огненую, где червь их не умирает и огонь не угасает. Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Соль – добрая вещь, но ежели соль не салона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собою. Здесь видим новую черту у Христа – Его веротерпимость и нетерпимость Его учеников. Читаем послание филиппийцам, 1 глава с 15 по 18 стих. Посему и я, услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам дух о премудрости и откровении к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых. Книга чисел, 11 глава, 25 по 29 стих. «И сошел Господь в облаке и говорил с ними, и взял от духа, который на нем, и дал семидесяти мужам старейшинам, и когда почил на них дух, они стали пророчествовать, но потом перестали. Двое из мужей оставались в стане, одному имя Елдат, а другому имя Модат, но и на них почил дух. Они были из числа записанных, только не выходили к скине, и они пророчествовали в стане. И прибежал отрок и донес Моисею и сказал, Елдат и Модат пророчествуют в стане. В ответ на это Иисус, сын Авин, служитель Моисея, один из избранных Его сказал, Господин мой Моисей, запрети им. Но Моисей сказал ему, не ревнуешь ли ты за меня? Ой, если бы все в народе Господнем были пророками, когда бы Господь послал духа своего на них? Они запретили неизвестному человеку сотрудничать в деле Божьем, потому что он не принадлежит к их кружку. Смотрим стих сороковой. Ибо кто не против вас, тот за вас. Никакая церковь и никакой кружок не обладает монополией духа и силы Христа. Интересно сопоставить с Евангелем от Луки, 11 главой, 23 стихом. Кто не со Мною, тот против Меня, и кто не собирает со Мною, тот расточает. Из 9 главы Луки, 50 стихом. Иисус сказал ему, не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас. Между этими двумя текстами глубокая разница. В отношении самого Христа нельзя занимать нейтральное положение. Видимо, с верою был тот человек, иначе дело могло кончиться худо для него, так как мы читаем в Деянии, 19 главе, 13 по 16 стих. Даже некоторые из китающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря, заклинаем вас в Иисусом, которого Павел проповедует. Это делали какие-то семь сынов иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ, Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто? И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, ноги избитые, выбежали из того дома. Следует и чашу воды принимать с благодарностью, если они предлагают вам потому, что вы Христовы. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых. Да приносим плод Богу. Римлянам 8 глава 9 стих. Но вы не по плоти живете, а по духу. Если только Дух Божий живет в вас, если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. 1 Канимфинам 3 глава 23 стих. Вы же Христовы, а Христос Божий. 6 глава 1 Канимфинам 19 по 20 стих. Не знаете ли, что тела ваши суть храма живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою? Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. 15 глава 1 Канимфинам 23 стих. Каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христовы, в пришествии Его. 2 Канимфинам 10 глава 7 стих. На личность ли смотрите? Кто уверен в себе, что он Христов, тот сам по себе суди, что как он Христов, так и мы Христовы. Галатам 3 глава 29 стих. Если же вы Христовы, то вы семя Аврамова и по обетованию наследники. Галатам 5 глава 24 стих. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Верующие – собственность Христа. Соблазнить в переводе с греческого означает «ловушку» или «палочку в ловушке», при прикосновении которой она захлопывается, как и наши ловушки. Гиеной называется долина Енома, близ Иерусалима, где сжигались отбросы города и где огонь постоянно горел. Червь может быть угрязнение памяти и совести, и огонь – духовные страдания также. Вероятно, при толковании стиха 49 и 50, мы читаем эти стихи. Вероятно, при толковании этих стихов правильнее всего держаться общего смысла этого текста и считать, что соль и огонь – символы очищения. Всего гниющего и средства предохранения от разложения. Например, мы читаем в книге Левит 2 глава, 2 главе, 13 стихе. «Всякое приношение твое хлебное, соли солью, и не оставляй жертвы твоей без соли завета Бога твоего. При всяком приношении твоем приноси соль». Иезыки Илли, 43 глава, 21 стих. «И возьми тельца в жертву за грех, и сожги его на назначенном месте дома вне святилища». Малахия, 3 глава, 2 по 3 стих. «И кто выдержит день пришествия его, и кто устоит, когда он явится? Ибо он, как огонь расплавляющий, как щелок очищающий, и сядет приплавлять и очищать серебро, и очистит сынов левия, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде». Послание к Колосинам, 4, 6. «Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как золото и очищает серебро, и очищает серебро. Продолжение следует...